Душа не портянкая Донесенные ей раны не быстро зарастают И разочарования в ближних, огорчения, которые мы выносим иногда из столкновений с людьми небрежно, небережно, а иногда и просто жестоко с нами обошедшимися, конечно же, зарастают не в одночасье Неправильно будто в этом состоянии уязвимости находясь, мы уж не вправе причащаться святых Христовых тайн, исповедоваться в своих грехах Когда еще горькая досада жива в сердце своем, когда мы укоряем себя за ту неприязнь, за то ожесточение, которое в ответ на злые дела ближнего остаются в нашем сердце Они со временем уйдут как раз благодаря нашему собственному покаянию Оно отучает вообще рассматривать другого человека оценочно Постепенно, все более и более, сосредотачиваясь на деле самоукорения, человек оказывается способным простить и даже самые горькие обиды, принесенные ему по жизни От тех, от кого, быть может, надлежало бы ему ждать благодарности и благодеяний А увидел злобу, ожесточение, несправедливость, хамство, бесчестность и прочее лишение Апостол Павел говорит, если возможно с вашей стороны, со всеми имейте мир Мы не в состоянии расположить к нам сердца ближних наших И, как говорил преснапоминаемый отец Дмитрий Смирнов Христианство — это не про то, какими должны быть другие, а про то, какими должны быть мы сами Только собственное пред Богом хождение и стремление к этому хождению чистому Может постепенно уворчевать наши справедливые претензии и огорчения от наших ближних Напомню вам слова святителя Иоанна Златоуста Обижающих много, обижаемых нет ни одного Если кто что и претерпел несправедливого, как бы не были велики несчастья, доставленные нам ближними То это либо во искупление грехов своих, либо для стяжания сугубых венцов в небесном царстве Так что, какая бы ни была скорбь нам причинена ближними Хочет сказать святитель Иоанн От нас не убудет А вот убудет по-настоящему от тех, через кого зло приходит в мир Таким, говорит Господь, совершившим некоторые грехи в отношении ближних Лучше было бы и не рождаться на свет, чем испытать то, что им придется испытать в будущем Если только они не покаются, если совершенно не изменятся от злого своего расположения Потому, питая в душе эти горькие обиды И не имея расположения к тем, кто так сильно нас разочаровал Мы, тем не менее, не призваны остаться где-то вдали от раздаяния благодати Меня удивил вопрос одной из прихожанок Батюшка, у меня так ожесточены дети И так меня обижают Мне что ж теперь и причащаться нельзя Она осознавала своей виной то лютое состояние, в которое пришли ее дети И понимала, что пока она является невольной причиной Их святотатственного отношения к собственной матери То и она от Бога отчуждена Как некогда был пророк Илий наказан Богом за нечестие детей своих Хотя и не по его вине вовсе это было Но в указание грядущим временам и отцам всех времен и народов Как надлежит усердно молиться и быть бдительными О благочестии детей своих Как главная задача жизни Рассматривать исправность христианскую своего потомства Так что признавание своей ограниченности Уместно на всякой исповеди Сознание недостатка, снисхождение и великодушие И к ближним своим И отпущение грехов тем, кто причинил нам обиды Конечно же, всегда должны иметь место За нашим исповедальным признанием Но в связи с этим лишать себя жизни церковной Было бы совсем неблагоразумно Это означало бы впасть в какое-то уныние И вовсе упустить из вида то, что по преимуществу Надо иметь в сердце своем По указанию святителя Феофана При всей необходимости непрестанного покаяния и самоукорения Все, говорит, упокаиваются на милости Божьей Милость — вот что более всего стремится явить нам Господь И иного дела у него нет, говорит святитель Феофан Только бы миловать и миловать Так что не должно упускать из виду то, что Праведный и нелицеприятный судья Бог наш, прежде всего, милостивный Отец наш Дающий помощь всякому кающемуся И искренне укоряющему себя в исповеди христианину Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok